Итак, друзья, всем привет! Сегодня 25 июня 2020 года. Сейчас утро, где-то 8 часов утра, я приехал на дальний тачок. Сегодня у меня, друзья, по плану обработка пчелосемей от клеща Вара. Это у нас повторная обработка дым-пушкой. Обработка была у меня здесь, на этом тачке, 4 дня назад. Сейчас я делаю вторую обработку. По инструкции мне нужно обработать 3 раза. Тут, друзья, рассчитана таким образом, вот эта трехразовая обработка. Этой обработкой мы просто сбиваем нашего клеща, который будет выходить из расплода. И сбивать мы будем его с молодой пчелы. Никогда, друзья, я до медосбора в летний период пчел не обрабатывал от клеща Вара. И это была, видимо, моя большая ошибка. Так как порой, после главного медосбора, у меня бывало, что слетали семьи. Это слетали так, что пчела вылетала из ульи и погибала где-то. Оставался весь мед в улье. Не было молодой пчелы в зиму. В общем, как называют это еще, коллапсом есть мед, а пчел нет. Кто как назовет, как бы. И вот этот способ, друзья, мне посоветовал один товарищ. Как посоветовал, я как бы и смотрю его видео. Этот товарищ находится в Америке, держит 2000 пчелосемей. Это Владимир, мой тезка. Он работает на пыление со пчелами. И я первое видео, когда выложил по обработке пчел дымпушкой, он мне в комментарии написал, нужно сделать три обработки через каждые четыре дня. И через месяц еще повторить. Ну, друзья, если я вот так вот подсчитал, сейчас я сделаю три обработки от плеща своей пчелосемьи. И по окончании главного медосбора я пройду снова. Ну, это примерно пройдет так же. Ну, месяц, ну, побольше пройдет. Ну, конечно, в медосбор я, когда будет идти товарный мед, обработку никакую делать уже не буду. Ну, а так как я это обрабатываю, сейчас я вам вкратце буду показывать. Смотрите, друзья. А так еще, друзья, я жду ваших комментарий, что вы скажете насчет вот этих обработок в летний период. Ну, меда нет пока, друзья. Я вам сразу говорю. Вот-вот скоро начнется у нас медосбор. Но медосбора пока нет у нас на Урале. Как бы поддерживающий взяток. Магазины стоят на семьях здесь. Ну, там фактически меда еще и нету. А магазины больше, как стоят здесь на тачке, на тачках, в общем, есть и по два магазина. Почему по два? Это ставилось для того, чтобы был как бы объем у пчелосеми, чтобы семья не вошла в ройку. Это самое главное. Роение на пасеке я как бы не приемлю. Мне неинтересно работать. Сидеть где-то, ждать, выжидать этих раев. Снимать, долазить по деревьям. Это, друзья, уже не мое. Этот период я проходил. Проходил это в своей юности. Фактически 20 лет проработал с местной пчелой. И работал таким образом, раевым методом. Ну, давайте приступим к обработке наших пчелосемей. И еще напишите, друзья, кто чем обрабатывает вообще-то в летний период. Какие вообще методы борьбы с клещом вы делаете на своей пасеке. Мне это тоже интересно. А то, конечно, комментариев можно много написать. Особенно пишут те товарищи, которые мало имеют как бы дело с пчеловодством. Могут много чего написать. И эта вот писанина от этих людей, это пагубно действует на пчеловодов. Особенно на начинающих пчеловодов, которые начинают заниматься пчелами и начинают прислушиваться к мнениям, как их называют еще диванных экспертов. Наслушаются потом в итоге эти товарищи пчеловоды, молодые, начинающие, ну и со стажем пчеловоды могут оказаться осенью без пчел. Как это и произошло, здесь у нас в регионе в прошлом году. Как-то так, друзья. Ну, поехали. Сейчас я буду готовить смесь для нашей дымкушки. Как я ее делаю. Мерный стаканчик у меня. Использую жидкость для розжига мангалов. И где-то на ютубе кто-то уже обрабатывал. Советуют брать розжиг для мангалов с жидкими парафинами. Друзья, напишите, почему с жидкими парафинами, кто знает. Я не знаю. А то, когда я первую обработку показал, что использую, мне написали в комментарии, почему жидкие парафины. Я, друзья, сам не знаю. Но, в принципе, работает. Клещ-то сыплется. И не видел, что пчела потом, после обработки, валялась перед ульем. Матки гибли. Ну, такого не заметил. Мерный стаканчик наливаю. 100 миллилитров жидкости. Конечно, нужно использовать, пишут, как бы, очищенный керосин. Но у меня нет его. У нас не продают его. Далее, что я делаю. У меня здесь 10 ампул. 5 ампул одного производителя, 5 ампул другого производителя. В общем, буду делать сразу побольше не 100 грамм, а 200 грамм. Ну, мне удобнее делать по 100 грамм, по 5 ампул давить, заливать и потом еще раз. 5 ампул я раздавил жидкости. Вместе со стеклом все тут перемешиваю. Через воронку с сеточкой все выливаю. Все, что не нужно, остается здесь на сеточке. Вот так получается. Сразу делаю вторую дозу. Хочешь. Субтитры сделал DimaTorzok Смесь у нас готовая, я перемешал Все, сейчас разогреем, чтобы хорошо шли пары и будем обрабатывать Использую перчатки Также используем респираторы различные, чтобы не надышаться этой гадостью, этим дымом Ну и если нет ни респиратора, ничего, смотрите за ветром, куда идут пары Вот в ту сторону пар идет И как бы опасайтесь этих паров Проверяем нашу Видите, пар хорошо идет, выстреливает Ну в принципе все Пушка разогрета, будем работать Сейчас, друзья, я пройдусь на один раз дым пушкой Ну потом еще повторно повторю Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот так, друзья, я обработал пчел с утра пораньше на этом дальнем тачке Пока толком пчелы не летают, пока они все находятся в улье Этот уже мой проверенный опыт Первую обработку, когда я делал с утра так же То в обед я уже мог наблюдать на летках клеща, который уже пчелы его стряхивали, выбрасывали из ульи В общем, метод этот работает с утра пораньше, пока что пчела летная не ушла на работу Тем более у нас сегодня опять холодная ночь была, плюс 3 градуса Обещает сегодня до плюс 12, ну какое-то похолодание на Урале как бы будет стоять в ближайшее время Ну а потом, думаю, наверное, разом начнется и главный медосбор Так как цветы уже некоторые начинают зацветать Видел, и кипри набирают цвет, некоторые цветочки Ну, в общем, близится время к июлю В этом году медосбор будет раньше Почему? Потому что весна была теплая Май, июнь Фактически же стояла жара Ну, вот сейчас вот какие-то похолодания Ну, надолго-ненадолго посмотрим Ну, так, друзья, я еду на тачок номер 1 И буду так же обрабатывать А дома тачок я обработал вчера с утра И вот так вот потихоньку обработаю Все свои пчелосемьи На тачках, на стационарном И на тех, которые находятся у меня в лесу Субтитры создавал DimaTorzok